Эта полоса деревьев отделяет поля от проезжей части. Отсюда буквально километр до Волчанской и два до поселка Вильча. Именно здесь, в 2003 году, работники районных электросетей нашли тело убитого мужчины и вызвали милицию. Александр вспоминает, в то утро он и его коллеги в посадке обрезали мелкую поросль, чтобы не мешало электропроводам. Неожиданно один из сотрудников закричал. Мужчина наткнулся на труп. Так руки были, свитер задротый, живот там уже собак или лисы разодрали. Была ли у найденного тела голова, спустя 10 лет Александр вспомнить не может или не хочет. Как-то неуверенно, говорит, не обратил внимания. Я не видел, голова была или нет. Это потом уже сказали, что головы нет. На поиске головы, чтобы опознать тело, правоохранители бросили все силы. Не раз прочесывали посадку. В итоге пришли к выводу. Труп не криминальный. Уголовное дело не возбудили. В покойнике даже опознали некоего россиянина. И так и похоронили без головы. Причина смерти указали дикие звери, отгрызли голову, дикие звери отгрызли кисти рук. О том, что вывод судмедэксперта сфальсифицирован, стало известно в 2009-м. Тогда задержанный за несколько убийств мужчина признался в том, что одно из тел он выбросил в лесополосе под Волчанском. Прокуратура стала поднимать материалы прошлых лет и нашла несостыковки. А мать харьковчанина, который долгое время считался пропавшим без вести, настояла на эксгумации тела якобы погибшего россиянина. В ребрах мужчины эксперты нашли пулю. Ее невозможно было не заметить сразу. Стало ясно. Речь идет о скрытом преступлении. А позже волчанские правоохранители признались. Это они открутили голову покойнику. В ней тоже было огнестрельное ранение. И выбросили в болото, чтобы не расследовать дело. Мотив один. Нежелание создавать ситуацию, при которой бы в районе имел бы место нераскрытое преступление. Это сложная мотивация. И, скажем так, это одна из самых позорных мотиваций, которую можно себе было представить. Следствие пришло к выводу. В преступлении замешаны четверо. Тогдашний и начальник уголовного розыска Волчанского РУВД, его зам, оперативник и следователь прокуратуры. Убивал цинизм данных деяний, которые совершали сотрудники правоохранительных органов и которые в судебном заседании очень запросто говорили. Да, я одел перчатки. Да, я очленил голову. Потом сложил в пакет ее, вывез и выбросил. Это дело судья Татьяна Штых называет сложным. Много свидетелей и доказательств, которые нужно было изучить. Слушания длились больше года. И, наконец, вердикт. Если бы его не вынесли сейчас, правоохранители могли бы избежать наказания. В следующем году истекают сроки давности. Оперативник и зам начальника розыска получили 6 лет тюрьмы. Начальник уголовного розыска 7. Следователь прокуратуры, старший группы 8. Все лишены званий и рангов. Все признались в содеянном. Кроме одного. Зам начальника уголовного розыска в суде настаивал. О преступлении своих коллег он узнал, лишь когда оно раскрылось. В суде говорят, доказательства вины экс-милиционера неоспоримы. Но тот подал апелляцию, настаивает на своей невиновности. Оспаривают вердикт и другие подсудимые. Просят смягчить приговор. Выброшенную голову убитого харьковчанина так и не нашли. Его личность подтвердила экспертиза ДНК. Спустя почти 7 лет мать нашла исчезнувшего сына. А его убийцу недавно тоже осудили. В тюрьму он сел на 15 лет. Виктория Лукашева, Борис Буцевич, Алексей Калмык. Объектив неделя.